добрый вечер расскажу о ситуации опять же что продолжается с конфликтом на улице щелк номер пять то есть мы получили вот скажем отписку из прокуратуры я прошлом видео объяснил как это все было изложено и аргументы и сегодня мы обжаловали это это эту эту это это значит письмо и надеемся что здравый смысл все-таки победит что как-то углубятся потому что ну полная противоречия логики когда люди сообщают в полиции что у них вот испортили трубу забили ее туалетом пользоваться нельзя а полиция поворачивает так и прокуратура и полиция поворачивать так что это все гражданские споры года два судах проходи добьешься свое право иметь туалет то есть это не уголовный это вот люди как-то спорят у них какой-то спор есть это вот гражданское гражданское право вы представляете два года посудишься добьешься значит что там регламентируют как должны восстановить трубу так далее и либо суд как-то отчасти скажет что полиция что-то там должна была сделать но что-то отчасти будем решать суде и ты в общем падаешь в эту всю писанину но факт что простая вещь когда все понятно если тебе что-то портит это связано с твоим жильем или твоим имуществом или там где-то работаешь с этими помещениями ты должен обращаться в полиции и немедленно быстро должны устанавливать в чем причина причем это все можно установить где кто с чем граничит мы все указали то есть человек падает если идти этим путем который абсолютно ну мы не о том говорим мы говорим не говорим о порче имущества умышленными неоднократно потому что были эпизоды этого же конфликта с другими значит делами как я рассказывал ну и добившись права значит иметь туалет не факт что получишь обрезанный водопровод то есть сточную трубу там по судам прошел год-два или сколько у нас где-то так бывает даже это не быстрая процедура потом тебе обрезать трубу водосточную водяную трубу водопроводную и опять год-два там где-то полтора-два по судам будешь ходить и вот так десять лет будешь ходить по судам потом кабеля обрубят электрический то есть но нонсенс интересно знать практику как в литве вот это все каких моментах это по уголовному идет с какими личностями и в каких моментах это получают такие отписки вот эту бы статистику почему это говорю потому что он в клопедии вот и приходил слышать и все-таки проходила в прессу что людей отнимают имущество недвижимое то есть как будто схема такая четкая работает вот с чем мы столкнулись вот мы столкнулись с тем что мы говорим о схеме в самой как она может работать сейчас не говорим кого-то там и не обвиняем а мы говорим вот технически к это работает человек имеет какой-то спор он обращается в полицию сказали ему по подъезду ходить не можешь допустим дом три этажа и по бумагам и у человека лестничная площадка она ему не принадлежит ему квартира принадлежит он обращается а ему говорят значит а у где вас документы на лестничную площадку а так вы на первом этаже живете ну значит у вас там как бы вы можете ходить вот сделать и лесенку ходить и там а вот тут вы в гражданском порядке вы это все оспаривать потому что разных есть ситуации или в человеку не принадлежит бывают такие ситуации что там даже это личная площадка может принадлежать вообще другому человеку допустим хозяину квартиру пятого этажа вот он раньше имел весь дом потом это продал эти имел весь дом или подъезд он имел да так вышло или построил вот продал эти все квартиры а подъезд лестничную площадку оставил за собой и технически лестничная площадка людям не принадлежит вот могут человеку сказать ты по лично ходить не может а у тебя ты можешь зайти то есть ты как бы ограничение а вот если что тебя не устать ты вот судьи обращайся потом могу человеку значит я уже говорил что могут такие вещи как там допустим не везде и трубы человеку поднадлежат но есть элементарная логика что есть квартира в которой есть водопровод есть фекал да есть электричество ну и кабель электрический человеку тоже не принадлежит и даже не всегда бывает человек имеет личный абонент бывает абонент он есть на несколько квартир на подъезд если там допустим два этажа и у них есть контрольные счетчики по которым они между собой ведут оплату это там регламентировано абонентом допустим как я говорю на 2 или 3 этажа в подъезде вот один может быть абонент и он может быть оформлен на какого-то человека который на одного из этих трех-четырех человеку могут тоже одно извини ты тут судить а у тебя же абонента нет хотя такой порядок в практике существует куда абонент один а там пользуется ими несколько квартир то есть и доходит до абсурда когда ты начинаешь говорить что у меня есть вот документы это это тебе говорят что так у тебя домный штукатуренный подождите я говорю про электричество там допустим да или я говорю про водопровод они готов тебя дом горит не штукатуренный видите вот совсем не о том да ну я говорю как пример эти примеры имеет реальность допустим да и если б я вообще все так бы выложил да все эти диалоги ну это я не знаю это ужас был людей бы дымом волосы на голове встали как это все вот человек жалуется да и с чем он сталкивается поэтому я уже ничему не удивлю что люди по такой схеме могут очень просто терять имущество потому что они это такая еще не совсем сложная схема если человеку сказал ты подпишись мы вот здесь сделаем ремонт на лестничной площадке чуть подписался там что-то не прочитал так точно ну а там что-то написано что сумма увеличится в два-три раза за этот ремонт это начальный взнос столько он подумал что ну там как это небольшая сумма там она весь подъезд разделим и как бы как бы хорошо да у нас а потом еще сумма садим другая или еще что-то если чек еще не разбирается никому посоветовать то есть очень просто он значит можешь потерять свою квартиру или там из трехкомнатный будет еще раз что у нас себе как-то там почти все отнимут какую-то комнату вот в общежитии ему останется а если еще начинает жаловаться включается система если человек более при такой примитивный не очень углубленно если еще там немножко там ну выпивает допустим и что просто перемал ты еще припугу ну он скажет ты что он там значит говоришь не так так это ложные данные ты тут излагаю чуть ли не за это ответственность и тогда тогда человек начинает пугаться и тут ему письма какие-то приходят постоянно тут все а он куда обращается вот сталкиваться как я рассказал то есть очень интересно было бы вот такую статистику собрать потому что я встречался там такой как лица люди обращались тогда были помощниками депутата еще то есть я прочитал эти все вещи и смотрел как аккумулируется имущество допустим много раз за квартир там смотришь люди там двадцать пятого года рождения тридцать второго тридцать тридцатого там достаточно в годах да у нас раз квартиру них нет потом это все аккумулируется на одном человеке можно это все видеть в этой в этих данных допустим да и все таки эту потом вели налог что там можешь продать как-то с каждые три года налоги не плачешь должен выдержать какую-то не может просто раньше не было это можно было просто скупился продал и потом они уже стали на других это все переписывать вот эти деятели которые там все такими вещами занимаются на которых сходится потом имущество недвижимое ну это можно увидеть хорошо просмотрев как это все работает как это все с одних рук другие приходят и так далее поэтому я думаю что все таки здравый смысл он я говорю не то что про нашу ситуацию может она такой пример да как бы говорится есть как практика какая-то может быть который давно должна была быть эта практика отработана что все таки все таки это здравый смысл победит и какие-то какие-то подвижки ну что то что то будут все таки выявлены установлены оглашены потому что так если взять но уже знаете лучше иметь какую-то лучше иметь какую-то старую вторую альтернативную полицию муниципальную полицию не знают к мэру на прием пойдем уже ходили к нему там изложили ситуации ему прямо сказали то есть живом контакте что то есть он там что-то соберет и потом этот вопрос будет решать как же так что люди людям люди сталкиваются что в городе живут все значит сталкиваться с тем что без туалета остались заехать не могут на свою территорию но тоже это дополнить там уточним про заезд заехать нельзя годами в судах судей слушайте какой отрезал смысл должен быть мало кто что придумают вопрос цели зачем они так придумывают это очень интересно зачем придумал такие отписки ну в общем надеемся на здравый смысл и сообщим я думаю что этот пример он является таким небольшим показателем если вы вот эти вопросы бы давно были бы решены отработаны наверно может быть они умышленно не отработаны люди бы правда не попадали такие очень-очень не хорошие ситуации когда впоследствии лишались своего зачастую единственного жили но мы видим что сейчас в мире другие устои и есть другие ценности и вот какой-то эпизод с чем сталкивается людей вот излагаем мы это не единичный вариант только с нами сообщим спасибо удачи всем